И я сейчас заплачу, я реально в ужасе. Только один вопрос, я могу вернуть свои деньги или они безнадежно потрачены? Не буду спойлерить. Я просто в шоке. Слюна? Что? Что? Слюна? Всем привет. Я очень люблю ходить по магазинам, но не с одеждой. Я люблю ходить по магазинам с продуктами. Надеюсь, я не одна такая, а вы любите, а то просто немножко, мне кажется, это странновато, человек, который так сильно любит ходить по продуктовым магазинам. Сейчас я иду в продуктовый супермаркет в Германии, чтобы купить там косметику и узнать, может ли быть косметика в супермаркете хорошего качества или... Ну, а прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе вновление в публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы приступаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Я предлагаю начать с тонального крема. У меня их тут два, потому что я случайно купила целых два тональника, и я без малейшего понятия, каким из этих двух тональников мне сейчас воспользоваться. Поэтому я, пожалуй, выставлю сейчас фоточку в Инстаграм и спрошу у вас, какой из этих двух тональников мне выбрать. Судя по тому, что я вижу в Инстаграме, вы голосуете за вот этот вот тональный крем. Что ж, его и попробую наносить. Кстати, для того, чтобы его наносить, у меня есть еще бьюти-блендер. Давайте его сейчас вместе с вами тоже распечатаем. Те, кто смотрел мое видео, где я делала обзор косметики из Ашана, наверняка... Наверняка сейчас очень хорошо понимают, чему я с такой осторожностью отношусь к нанесению тонального крема на лицо. Попробую пальцем сначала растушевать вот здесь вот. Вторую сторону я буду тушевать вот этим вот яйцом, потому что это яйцо. Больше никак назвать это яйцо я не могу, кроме как яйцом. Слишком много яиц. Уверена, что по картинке на видео непонятно, но поверьте на слово, эта штука просто растирает тональник. Она ничего не растушевывает вообще. Только один вопрос. Я могу вернуть свои деньги или они безнадежно потрачены? Фу! В общем, тональный крем, кроме того, что он плотный, больше никаких вопросов у меня не вызывает. Именно даже на есть не столько плотный, сколько неудобный для нанесения. Это единственный минус. Но, с другой стороны, у меня был безумно отстойный яйцеблендер. Если бы, возможно, и не этот вонючий яйцеблендер, то все было бы прекрасно. Нет, он не пахнет. Но от этого менее вонючим он не перестал быть. Следующим шагом я хочу нарисовать себе брови. Я не нашла средства для бровей, что очень странно. Его просто не было. Но я нашла вот такую вот палетку тиней с нейтральными оттенками. Кстати, тоже стоило всего 1 евро. Всего 1 евро. Вот так вот она выглядит. Я постараюсь сейчас сделать брови вот этим вот цветом. Если получится плохо, я не буду винить эту палетку, потому что эта палетка все-таки не для того, чтобы брови ей делать. Но если получится хорошо, то цены этой палетки не будет. Если честно, то я очень сильно удивлена, потому что... Упала. Потому что это реально очень здорово, на мой взгляд. Действительно, посмотрите, очень неплохо получилось. Мне очень понравились эти тени на бровях. Вообще просто здорово. Реально ничуть не хуже, чем специализированные тени для бровей. Я хочу сделать макияж или бронзовый смокияж. А, из по качеству основного цвета я выбираю вот этот вот. Он мне показался очень красивым. Посмотрите на него вблизи. Я в замешательстве, потому что я просто не знаю, что сказать. Я реально не знаю, что мне сказать. Нет, вы это видите? Вы это реально сами видите? Эти тени настолько пигментированы, они настолько хорошо ложатся. Я без понятия, как они будут держаться, конечно же. Но я реально в шоке. Поехали дальше. Потом буду бомбить дальше. Но мне уже злюсь. Я злюсь. Почему? Почему дешевая косметика в Германии? Практиш квадратий жгут. Я недовольна. Не потому что тени плохие, а потому что тени хорошие. В уголок глаза, чтобы его как будто бы немножечко удлинить, я добавлю бронзовых теней. Совсем-совсем немного, потому что потом на эти тени я буду добавлять еще одни более темные тени, чтобы углубить все это дело. Вы знаете, эти тени реально меня поразили. Нет, они меня настолько поразили, что я просто злюсь, потому что я не понимаю, как настолько качественный продукт может, блин, продаваться за 70 рублей. Ну, серьезно. Но, блин, вы реально сами это видите? Нет, ну, правда. Скажите, они же правда хорошие? Или это я себе тут уже напридумывала? Ну, серьезно. Вот они хорошие? Что вы думаете? Вы знаете, эти тени очень похожи на тени, которые я очень люблю. Правда, на корейские тени. Кстати, к слову о корейской косметике. Сейчас на улице декабрь. А это значит, что скоро Новый год. И холод на улице. И самое приятное сейчас это швопица. Особенно в такую погоду это приятно делать дома. Безумный декабрь. Безумный декабрь на Пандао. В течение декабря там будут скидки на корейскую косметику до 50%. Можно найти огромное количество лучшей косметики за лучшую сумму. И сделайте себе и своим близким приятным. Например, вот эта пенка от Холика Холика из серии Сода. Вы уже миллион раз о ней слышали, потому что я о ней говорю просто постоянно. Вот она в магазинах стоит в районе 1000 рублей. А на Пандао, с учетом скидки, вы можете найти ее чуть ли не вполне дешевле. Да, кстати, на Пандао продавцы проверенные. И то же самое, кстати, относится к другим брендам корейской косметики. Тони Молли, Этют Хаус, что угодно. Конечно же, на Пандао можно найти не только косметику. Также, например, вы можете купить себе смартфон. Например, Мэйзу со скидкой 50%. 50%. 50%. Ну, и еще, конечно же, другие смартфоны. Потому что Ще это щедрость. Такие цены только на Пандао в декабре. Скачивайте по ссылочке в описании. А я продолжу дальше делать макияж. Этому макияжу нужно две вещи. Добавить сюда жидкую подводку, с которой, скорее всего, сейчас будут проблемы. И после этого нанести тушь на ресницы и посмотреть. Ой, и ляпнула случайно. Но вот, заодно раз уж ляпнула. В принципе, норм. Сейчас попробую на глазах. Это прозвучит просто полным сумасшествием. Кажется, у меня только что появилась новая любимая подводка. Я в ужасе. Нет, я реально в ужасе. И я сейчас заплачу. Вот так вот выглядит эта тушь. Она выглядит очень-очень няшечнко-вояшечно. Сейчас ее надо будет открыть. Я жду момента, когда меня что-то разочарует. Ну что, тушь, разочаруешь ты меня или нет? Да, ребята, вот где я была зарыта отстойная. Да, кстати, всю эту косметику я провезла после моего последнего путешествия в Германии. Хотите ли вы видео с распаковкой чемоданов и моими покупками? Там, кроме этой косметики, просто куча всего другого есть. С нижними ресницами эта тушь не справилась с моими. С верхними все более-менее ок, но с верхними, в принципе, все и так ок. Не знаю, что мне сказать про тушь, которая верхние ресницы сделала нормальными, а нижние какими-то отстойными. Ну, решать вам. Время пудры. У нее есть зеркальце, у нее есть защитная слюда, если не ожипаюсь, это называется. И нет, слюда не равно слюна. Слюна? Что? Слюна? Это не слюна. К сожалению, здесь нету, как это называется, спонжика. Здесь нет спонжика, поэтому буду набирать эту пудру кистью. О-о-о, это жесть! Нет, ну как так-то? Ну нет, ну это что? Ребята, просто покажу вам вблизи, надеюсь, вы это увидите. Это охренеть можно. Вы сейчас просто охренеете. Вы видите, какой фигней она легла? Прям проплешины. Ты зачем испортила просто нахрен все положительное впечатление об этой косметике? Я расстроена. Для губ у меня вот такая вот помада. Вот в такой вот штучке. Это, мне кажется, будет очень удобно для нанесения. По крайней мере, она выглядит безумно удобной. Помадой оказалось очень удобно рисовать контур. Цвет у нее тоже оказался достаточно приятный. Итак, вот как выглядит готовый макияж. Мне кажется, если честно, получилось достаточно симпатично. Особенно если не знаешь, что за безобразие творится у меня на щеках. Чтобственно, вот. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, лоси, класики там, пальцы вверх, как угодно. И смотрите мои предыдущие видео. Забудьте все те хвалебные оды, которые я говорила в этом видео. Вот что осталось от стрелки. Вот что осталось от второй стрелки. Ну и все лицо блестит, конечно же. Но другого с этой пудрой мы и не ожидали. Я решила научиться делать макияж. Макияж. Впитался. Ждем, пока погреется. Чтоб кто-то так наносил консилер, включая меня, я еще ни разу не видела. Я пришла учиться. Буду делать, как мне сказали. Няу. Ждем Продолжение следует...